МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа Петербург. Город решений. Петербуржцы выстраиваются в очереди в торговых центрах, чтобы сделать перевивку от коронавируса. Хотя еще неделю назад никакого ажиотажа не наблюдалось. Но пока цифры неутешительны. На сегодня полный курс вакцинации прошли лишь 10% горожан. Для коллективного иммунитета нужно в 6 раз больше. Растет число госпитализаций. Причем среди заразившихся все больше молодых. Не щадят новые штаммы и детей, даже самых маленьких. В городе ужесточается масочный режим, вводятся новые ограничения. Достаточно ли вакцины в пунктах и в поликлиниках? И как записаться на прививку? Чем отличаются препараты «Спутник Ви» и «Пивак Коронак» и «Вивак»? Насколько они безопасны и работают ли против новых штаммов COVID-19? И станет ли вакцинация в Петербурге? Обязательно для всех эти и другие вопросы обсудим с нашими гостями. Меня зовут Лидия Вельба. Здравствуйте. Сегодня в студии с нами председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Млисовец. Добрый вечер. Директор петербургского нефтизиопульмонологии, главный таракальный хирург Минздрава России Петр Яблонский. Петр Казимирович, здравствуйте. И на связи также с нами Дмитрий Лезнов, директор не гриппа имени Смородинцева. И также ваши вопросы, уважаемые телезрители, ждем в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург» ВКонтакте. Все координаты на ваших экранах. А у меня к вам, дорогие гости, первый вопрос. Вы сами сделали прививку? У меня пока уровень тетел позволяет ее не делать, но я думаю, через месяца-полтора я уже ее сделаю. Да, я выполнил вакцинацию примерно полгода назад. И по большому счету, наверное, буду одним из тех первых, кто, когда будет разрешена ревакцинация, пойду и сделаю. То есть вы еще планируете сделать ревакцинацию? Да, обязательно. А сколько времени прошло? Полгода, получается, сейчас? И насколько легко вы перенесли? Без каких-либо существенных симптомов, о которых надо говорить. Небольшие подромальные явления, скажем так, проявления ОРВИ, с абсолютно невысоким повышением температуры тела, не более того. Все это продолжалось один день и далее себя чувствовал как обычно. Но все это в пределах нормы? Да. Абсолютно. В торговых центрах, где есть пункты вакцинации, сегодня замечены очереди на прививку. С чем связан такой ажиотаж? С тем, что вслед за Москвой и другими регионами власти Петербурга ввели обязательно вакцинацию 65% сотрудников госучреждений и государственных унитарных предприятий? Или работодатели подключились на местах? Или горожане решили в сезон отпусков сделать прививку? Или все-таки растущие цифры вновь заболевших повлияли на это? В один из таких пунктов в центре города отправился мой коллега Евгений Старов. Евгений, как обстановка? Да, Лидия, мы сейчас на связи, находимся в одном из прививочных пунктов в центре города, в одном из крупных торговых центров с Натальей, администратором. Пообщаемся, Наталья. Вот действительно, сегодня во многих социальных сетях информисточников мелькали фотографии, видео о том, как много людей приходят вакцинироваться. Вот на часах сейчас 8.04, 0.05 уже у вас пункт закрывается, но я вижу здесь людей. Наплыв большой? Да, в последнее время опять ажиотаж людей, которые хотят вакцинироваться. Поэтому это очень здорово. Мы максимум принимаем всех. У нас работают доктора, медсестры, мы администраторы, поэтому вся наша команда старается, чтобы принять всех желающих. С 8 до 10 без выходных? С 8 до 10 без выходных. Здесь есть такая памятка, где указано, что вакцинации подлежат лица, вот это первым пунктом, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител. Вот наличие антител или их отсутствие, насколько важны критерии? Вот что вы объясняете людям? Вот памятка для них. Памятка для них, конечно. И для этого у нас есть терапевты, доктора перед вакцинацией. Конечно, наши пациенты проходят к докторам, и доктор объясняет. Но наличие антител не является противопоказанием. Поэтому все могут к нам прийти, с ресепшеном мы им даем самую главную, основную информацию, и потом уже какие-то моменты здоровья, хронические заболевания, обострения именно их обсуждаются с терапевтом. То есть здесь работают врачи, они все подсказывают. А вот я пришел вот только что в эти двери зашел, с лифта, очень удобно располагайтесь, я думал сейчас искать буду, прямо от лифтовой двери я увидел вас. Я вот могу прямо так с порога сейчас вот сделать, ну условно, да, разыграем эту ситуацию, сделать первую вакцину, например? Ну, прямо сейчас, так как уже появился большой поток людей, вот на данный момент, нет, надо, к сожалению, записаться, а может быть даже к счастью. Каким образом записаться? Вы подходите к ресепшену к нам и говорите, какой день для вас желателен. Мы смотрим по времени, и вас записывают на определенный день, на определенное время. И все врачи, которые подходят в Риме, уже подходят к нам с документами. Записаться только на ресепшен или есть какая-то, не знаю, онлайн-платформа? Наш пункт вакцинации в этот, в Стокмане, да, именно на ресепшен подходит. Раз такая очередь, сколько людей в день? Какие у вас рекордные показатели сейчас? Ну, вообще каждый день больше 100 человек, но мой рекорд был 165 человек. 165 в день? В день. А в один рабочий день? Да, в один рабочий день. Причем, к сожалению, я некоторых пациентов еще не смогла принять, просто физически не осилила. А так, да, большой поток. Ну, кстати, да, друзья, несмотря на то, что пункт уже закрывается, официально продолжают здесь находиться люди. Вот перед нашим прямым включением еще одна девушка зашла сделать прививку. Ребята ожидают, так скажем, находятся под наблюдением специалистов, потому что так же необходимо сделать. Мы сейчас посмотрим, что здесь есть. Осмотр врача происходит здесь, там сейчас занято. А вот где происходит непосредственно сама вакцинация? А, там сейчас ребенок даже находится. Да, там находится с ребенком. Здравствуйте, извините, мы вам не помешаем, мы, может, вас поддержим как-то. Поддержать вас? Давайте, я вас поддержу. Почему решили сделать прививку? Потому что считаю, что вакцинация эффективна, и чем больше людей сделают прививки, тем быстрее мы выйдем на нормальный уровень заболеваемости. А у вас вся семья уже решила так привиться? Потому что у меня есть друзья, которые одни за, другие против. Вы как, к консолидированному решению пришли в рамках своей чеки общества? Нет. Нет? То есть есть те, кто против? А почему? Да, мой муж против, по каким-то своим соображениям. Но все мои родители, сестры, братья, другие родственники уже давно прививки. То есть у вас большинство, это здорово, да, и вот вы послужите действительно ему примеру. Ну что ж, держитесь, укольчик не больнее любого другого обычного укольчика прививки. Давайте выйдем, не будем, не будем уже смущать. Друзья, действительно, вакцинация это, наверное, самый верный способ избежать роста, во-первых, заболевания, во-вторых, трагических последствий. Даже если человек заразится коронавирусом, как утверждают эксперты, которым я лично верю, то само течение болезни пройдет без серьезных последствий и осложнений. Ну и о летальном исходе уже вообще говорить не приходится. Слово студии. Из торгового центра мой коллега Евгений Старов, Дмитрий Геннадьевич. Ну, можно уже все-таки начинать радоваться. Наконец-то осознание какое-то пришло к петербуржцам. Конечно, можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось по сравнению с неделей ранее за прошедшую неделю на 17%. Но большего радости я испытал, если бы это произошло, конечно, несколько месяцев назад. И сейчас бы в очередной петербурге... Мы не сталкивались бы с такими цифрами, да? Конечно. Петр Казимирович, вот скажите, нужно ли отслеживать уровень антител для того, чтобы пойти сделать прививку? Или все-таки через просто по прошествии какого-то определенного количества времени после заболевания можно, не сдавая анализ, пойти сделать прививку вот в любой пункт, например, в торговом центре? Сложившаяся ситуация, я считаю, что отслеживать их уже не надо. Но в любом случае мне очень не нравится, когда эти решения принимает либо сам гражданин Петербурга, либо, ну вот, кто-то в административном порядке. Вот даже решение моей вакцинации принимает мой лечащий врач. Он знает разные детали, и будучи врачом, я ему доверяю. Вот мне хотелось бы, чтобы вот этот вопрос стал сугубо медицинским вопросом. А вот то, что наши граждане не ходят к врачам и не советуются, и слушают интернет, читают известные сайты, вот это мне больше всего настораживает. Потому что ситуация сегодняшняя, она, конечно, авральная. Мы знаем, и наши граждане знают, что происходит. Но вот то, что это не произошло 2-3 месяца раньше, вот это самая большая трагедия. Когда и вакцина была, и пункты были не заполнены, и очередей не было, но люди да просто не обращались. Нужно делать, что все пройдет мимо. Не прошло. Ну вот, к сожалению, да, сейчас мы это наблюдаем. Не прошло. Но получается, что сейчас для того, чтобы сделать прививку, например, в торговом центре, нужно уже записываться. Наверное, это не во всех так, но, по крайней мере, в центре вот мы сейчас увидели. И с одной стороны, этому можно порадоваться. А с другой, вот у меня вопрос, сколько может пациентов принять торговый центр? Не торговый центр, точнее, а прививочный пункт в торговом центре в день, в сутки. Все наши пункты, которые функционируют в Санкт-Петербурге, с ними проводилась, скажем так, не однонедельная работа именно для того, чтобы обеспечить оптимальную пропускную способность. И сейчас при укомплектованности необходимым составом бригад до 200 инъекций в день, то бишь примерно, можно говорить о том, что 100 первичных и 100 вторичных, каждый пункт обеспечить готов. Сейчас, по факту, выполняется примерно треть того числа инъекций, которые в состоянии обеспечить каждый пункт. Поэтому, если в торговых центрах по той или иной причине формируются уже очереди, то любой тот человек, который в этот день не попал на вакцинацию в торговом пункте, может записаться в любой, ближе расположенный к работе, либо к месту жительства пункт в поликлинике, в другом торговом центре, в мобильные пункты, и вакцинироваться достаточно быстро. Итак, еще раз я напоминаю, в Петербурге сделать прививку от COVID-19 можно в 107 поликлиниках и отделениях врачей общей практики, в 6 больницах, в 21 коммерческом учреждении здравоохранения, в 25 мобильных пунктах. Полный перечень действующих пунктов вакцинации доступен на официальном сайте Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на 21 июня в нашем городе от коронавируса привились более 790 тысяч человек, из них полный курс вакцинации, то есть два укола прошли, 664 тысячи и 772 человека, а первично привились 127 тысяч 921 человек. Сегодня петербуржцам доступны на выбор три вакцины от коронавируса, гам-ковид-вак, то есть спутник Ви, эпивак-корона и кови-вак. К жителям города обратился губернатор Александр Беглов, он еще раз подчеркнул, вакцинация самый надежный и наиболее эффективный способ защитить свое здоровье и жизнь, и не только свое в наших руках, здоровье и жизнь родных и самых близких, родителей и детей. Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше горожан пришли на прививочные пункты и получили хотя бы первую дозу вакцины. Это самый надежный и наиболее эффективный способ защитить здоровье и жизнь. Почему при доступности вакцины процесс пошел только сейчас? Россия не единственный в мире, кто до последнего не хотел делать прививку. У меня, например, есть знакомые в Эстонии, есть в Литве, и они даже говорят, что они ждут, когда у них появится спутник Ви, они хотят прививаться именно спутником Ви. В Словакии регистрируются на прививку спутником Ви. А у нас, получается, все сделано для того, чтобы получить вот эту бесплатную защиту, и тем не менее горожане идут не так охотно. Ну вот сейчас пошли, а до этого не шли. Это менталитет, с чем это связано, в чем дело? Хотел бы я, конечно, знать ответ на эти все вопросы. Думаю, что комплекс. Может быть, это недоверие и к медицинским работникам. Как говорит Петр Казимирович, все-таки хотелось бы, чтобы именно врач принимал решение о том, показано тебе, либо не показано данный способ лечения. А вакцинация – это в том числе один из самых эффективных способов профилактики заболевания. И люди почему-то больше верят тем сайтам. Не знаю, может быть, потому что страшное всегда интереснее и охотно поверить в том, что вакцина вызовет некие необратимые, самые чудесные последствия, как чипирование, все что угодно. Хотя мне казалось... Да, это очень массово, кстати. Чипирование обсуждают очень массово в интернете. Те данные, которые мы располагаем мы сейчас, и мы стараемся максимально широко доводить их, по сведениям, которые мы получаем из анализа, то есть в оккупности пациентов, которые провакцинировались уже, риск наступления летального исхода от любых причин у этих пациентов в 20 раз меньше, чем среди тех, кто не вакцинировался. Риск заболеть и, соответственно, риск госпитализироваться меньше в 20 раз. То есть составляет порядка 0,5%. Поэтому я думаю, что в том числе и эти новые сведения повредят людей прийти и вакцинироваться. А для достижения коллективного иммунитета сколько нужно привитых петербуржцев? 60% считается. Но я хотел бы сказать еще одну причину, это тоже как предположение, но, мне кажется, слишком много разговоров и публикаций было о некой незрелости наших вакцин. Да, были такие. И что вот они скороспелые, что они непроверенные и так далее, и так далее. Вот как специалист, который частично занимается этой проблемой, я хочу сказать, что векторные вакцины, ну, совсем не новость, и они не первые. Мы 20 лет с институтом гриппа занимаемся разработкой вакцины от туберкулеза, и мы получили абсолютно обнадеживающие результаты, но только на векторах вируса гриппа. Спутник ВИЗ делан на аденовирусе. То есть абсолютно надежная платформа, о чем говорят специалисты. Но вот эта часть информации пропускается мимо ушей. А вот то, что вот она якобы не прошла все стадии, ну, есть публикации в Ланцете, есть публикации критиков наших, причем профессиональных критиков, а критиковать нечего. Это действительно она из лучших мировых вакцин сегодня, спутник ВИЗ. Причем, вот мне кажется, что может быть какая-то упущенная инициатива вот в начале вот этого, этой дискуссии, которая разворачивалась, мы расклебываем и сегодня. Но мне кажется, все-таки самое основное качество, которое мы должны проявить сегодня, это ответственность. Ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких и сегодня довериться, в конце концов, профессионалам, а не тем, кто вам скажет, что у соседа было хуже там или у кого-то случилось что-то и так далее. Есть статистика, мы ее изучаем. И сегодня, мне кажется, достаточно информации для того, чтобы перестать заниматься вот этим самообманом. И самое главное, обращаться только к проверенным источникам информации. Это неукоснительное правило. А у меня возник вопрос к Дмитрию Анатольевичу, если он сейчас нас слышит. Это и мой вопрос, и большинства телезрителей. Очень интересует петербуржцев, в чем отличие вот этих трех препаратов спутника ВИЗ, эпивак, короны и ковивака. Сейчас самый популярный почему-то ковивак, но на него самый высокий спрос. Да, еще раз добрый день. Добрый день коллегам в студии, добрый день нашим зрителям. Действительно, вопросы к вакцинам остаются до сих пор, хотя, мне кажется, сегодня каждый второй житель России, наверное, уже разбирается и в иммунологии, и в клинике, и, несомненно, в профилактике именно COVID-19. Если такие вопросы еще остались, то мы знаем, что все эти три вакцины созданы на разных платформах, скажем так, разные подходы к разработке их и производству. Не думаю, что для населения нашего принципиально понимание сути, но мы говорим о том, что спутник создан на векторе, некий вирус, который помогает проникнуть материалу тому, что станет потом антигеном, на что выработается у нас иммунитет уже в отношении нового коронавируса. Вот этот аденовирус привносит этот материал в наши клетки и запускает процесс формирования иммунитета. Эпивак корона – вакцина, которая синтетическая, протеины. Мы понимаем, какие протеины возбудителя вызывают у нас иммунитет. Соответствующим образом были синтезированы протеины, которые внедрены уже в вакцинный препарат и вводятся в организм как вакцин. Ну и Кови-Вак, которую многие ждали, и это тоже понятно, потому что вакцина производится, так скажем, по классической технологии инактивированного вируса, то есть возбудитель COVID-19, который не может вызвать заболевания при введении, но вызывает иммунный ответ за счет сохранения своих антигенов. И вполне закономерно, что многие, кто причастен к медицине, кто интересуется вопросами иммунологии, вопросами иммунопрофилактики, конечно же, ждали Кови-Вак, ну, исходя из того, что это апробированная технология, в отличие от спутника, хотя мы можем сказать, что центр Гамалея такие вакцины на основе аденовируса разрабатывает в течение уже нескольких лет, они были зарегистрированы, в том числе в отношении лихорадки Эбола. И пептидные вакцины, которые были выпущены в Новосибирске, центром Вектор, такие вакцины тоже есть. Но вот на Кови-Вак была очень большая ставка, и мы знаем, что многие ожидали именно появления Кови-Вака и оттягивали момент вакцинации. И сегодняшний всплеск, который есть, интересок и, к счастью, которые мы видим на вот те самые очереди, их можно, наверное, объяснить несколькими моментами. С одной стороны, это все-таки тревожными новостями по росту заболеваемости у нас в городе и в стране. Это появлением нового третьего вакцинного препарата, который, еще раз подчеркну, вот по своему телефону могу сказать, многие ждали, постоянно интересуясь, когда же он будет в городе. Ну, будем надеяться, что доступность трех препаратов, она сейчас позволит нам повысить охват. Ну вот, к сожалению, вот это ожидание, оттягивание времени, оно заслужило очень плохую службу нам всем. А между тем, все три вакцины, насколько я знаю, они абсолютно на одном уровне эффективности находятся. Все верно? Это так. Мне, мы провели выборочный опрос среди горожан, которые собираются или уже сделали прививку, и спросили, если кто-то не сделал, почему. Попросили их объяснить. Давайте посмотрим. Пока не знаю, еще думают, делать прививку или нет. Ну, пока сомнения все-таки есть. А какие сомнения, с чем связаны? Насколько она безопасна. Еще в марте сделал. Высокий хитр антител держится. Никаких реакций абсолютно не было. Так что все нормально. Ну и большинство моих знакомых тоже вакцинировалось. Я не против прививки. Другое дело, может, у кого-то другие сомнения есть какие-то. У меня их не было. Я просто, я рисковый человек по жизни. Поэтому... То есть, вы думаете, это риск был сделать прививку? Ну, скорее всего, да, потому что он все-таки не прошедший, как бы, как это называется... Испытание. Да, испытание, поэтому я думаю, что это все-таки риск. Если ты его сделала, прививку, я все равно могу заболеть. Зачем я буду делать? Нет, ну... То есть, вы уверены, что можете заболеть все равно? Ну, конечно, потому что есть такие случаи, что после первой прививки заболели. У меня друзья такие заболели после второй прививки. Моя бабушка и моя мама делали эту прививку. И у них были очень серьезные осложнения, связанные с болевыми всякими проблемами организма. Вот, поэтому я пока побаиваюсь. Но мои друзья начинают это делать. И, наверное, когда я собираюсь уезжать за границу через несколько месяцев, поэтому, наверное, мне она пригодится уже даже не ради себя, а ради всего остального. Вот, чтобы можно было выехать. Ну, значит, пришло время опять в очередной раз развеять страхи и развенчать какие-то мифы. Да, вот первая девушка, она сказала, боится, потому что не уверена, насколько она эффективна, проверена или там препараты, и будет ли она действенна, не навредит ли здоровье. Вот конкретно этой девушке давайте ответим, почему надо пойти и сделать прививку. Так пойти надо к врачу. Врачу ее осмотрит, смертит артериальное давление, спросит о наследственных заболеваниях, спросит о детях, о муже, о контактах, о работе и так далее, и так далее. Меня удивляет другое. Вот последняя девушка сказала о том, что она сделает прививку, потому что ей надо выезжать за рубеж и так далее. Вы понимаете, мотивы абсолютно не медицинские. Если хотите, спекулятивные. И разве же это честно? А потом говорят о недоверии к медицине. Мне кажется, это, ну я не знаю, такая традиция, русская рулетка, я уже не знаю. Вот это мне тревожит больше всего. При этом никто не идет к врачу. Не обсуждают это где угодно, с кем угодно, но не с врачом. Вот это, мне кажется, главная беда. Потому что врач объяснит все. И понимаете, каждый из нас, вот я работаю врачом. Ведь разговор в студии, разговор с пациентом, это два совершенно разных разговора. Приходите, и я скажу вам, здравствуйте. И это уже совсем другой разговор. И, ну вот почему люди не хотят этого услышать, я просто искренне не понимаю. И приглашаю вас, приходите к врачам, мы вам все расскажем. Дмитрий Геннадьевич, ну давайте тоже ответим петербуржцам. Сейчас прямо вот перед прививкой можно пройти осмотр врача и получить заключение. Не можно, а нужно. Вам не сделают прививку, если у вас есть хоть какое-то противопоказание, хоть малейшее противопоказание. Он допускает к вакцинации себя не пациент. Конечно, важно его согласие, и без согласия никто не выполнил никакую манипуляцию. Допускает его медицинский работник, конкретно врач. Всем известны те условия, при которых вакцинация не производится. Это и возраст до 18 лет, и кормящие мамы, и ряд других ограничений. Но количество этих ограничений крайне мало. На самом деле 95%, может быть, я заблуждаюсь плюс-минус процент, в связи с жителями Санкт-Петербурга, за исключением тех категорий, которые назвал, молодые лица, молодые люди до 18 лет, должны, конечно, вакцинироваться. И крайне неверная установка была у одной из телезрительниц, которая говорила о том, что она рискнула и вакцинировалась. Это вообще странно звучит очень. Потому что понятно, что любая из вакцин, которая сейчас используется во всем мире, они проходили процедуру ускоренной регистрации. Регистрация нашей вакцины, она мало чем отличалась от других, от AstraZeneca, Johnson & Johnson, каких угодно вакцин. И опять же, опыт использования того же спутника, получили уже десятки миллионов людей, показывает как эффективность, так и безопасность. Риск, повторюсь, у тех, кто не вакцинируется. Сегодня, кстати, Эстония признала, что готова пустить вакцинированных россиян. Вы знаете, очень обидно, что в других странах ждут спутника, ждут, когда договорятся о поставках спутника ВИ, а у нас, получается, прививаются как-то очень неохотно. Что еще можно сделать, чтобы стимулировать россиян? Что еще нужно? Ну, какие еще нужно слова найти для того, чтобы они пошли и сделали прививку? Ну, все-таки основные аргументы, которые приводят наши телезрители, это сомнения в ее безопасности и эффективности. На мой взгляд, наша миссия любого из медицинских работников все-таки говорить об этом и доводить любую информацию, которую у нас есть, не скрывая ее от пациентов, да, могут возникнуть какие-то побочные реакции, но ни о каких осложнениях фатальных речи не идет, конечно. А эффективность доказывают каждый день. Заболевают, да, и те, кто вакцинировался, но они болеют все-таки не тяжело. Болеют тяжело, погибают те люди, которые не вакцинируются. А хватит ли на всех вакцины, если вот сейчас этот темп, который неожиданно, да, взял Петербург вот в последние несколько дней, вот он будет еще нарастать и нарастать? Ну, как минимум сейчас те запасы, которые мы имеем уже на складе, либо в поликлиниках позволяют без сомнения при этом темпе обеспечить двухнедельную вакцинацию, но и Минздрав не подводит нас все время, когда есть необходимость, поставляет вакцину. Меня вот тоже всегда, честно говоря, удивляло отрицание очевидного. Есть такое понятие, о котором вы опять же упомянули, называется оно оценка рисков. И получается, что риск осложнений после прививки в разы ниже, чем от коронавируса. И это очевидно. Излечившиеся россияне жалуются на последствия от ослабленного иммунитета, постоянной усталости, вплоть до депрессии. При этом риск заразиться у привитых и у непривитых даже сравнивать нет смысла. А те, кто сделал прививку, заболевают редко, переносят легко. У непривитых болезнь ведет себя непредсказуемо, вплоть до летального исхода. И вот мои коллеги оценили риски, и среди них есть те, кто переболел коронавирусом, перенес его тяжело, и все-таки сделал выбор в пользу вакцины, чтобы повторно не заразиться. Пятница, 18 июня. Улица Правды. Ясный погожий денек. Сегодня здесь, рядом с новым номером 18, это поликлиническое отделение 37, мы условились встретиться с нашим коллегой Виталием Базыриным. Накануне он принял твердое решение сделать прививку от коронавируса. Сегодня укол первым компонентом. Так, нам предстоит сейчас зайти в помещение, поэтому думаю, да, сразу же подготовимся. Расстояние порядка полутора метров, хотя работаем вместе, знаем друг о друге много. Виталий, буквально через несколько минут тебе введут первую дозу вакцины. Готов ли? Ощущаю, что поступаю абсолютно правильно. То есть это нужно сделать, и сегодня особенно. Я готов. Первая причина сугубо практическая. Год назад я переболел коронавирусом, еще в январе уровень антител у меня был достаточно высокий. Сегодня он упал практически до минимума. Значит, пора это делать. Виталий отправился на профилактический осмотр врача. Это обязательная процедура перед прививкой. Ну а у нас появилось время пообщаться с заведующей отделением. Действительно ли бывают случаи, что люди в последний момент, находясь уже здесь, меняют решение и отказываются от вакцинации? Да, безусловно, такие случаи бывают. Правда, не так часто. Но мы все равно стараемся убедить человека изменить свое решение, коли он пришел к нам. С января 2021 года мы не столкнулись ни с одним видом осложнений на введение вакцины и какими-то очень серьезными, выраженными, побочными реакциями. Ну как дела? Просят подождать несколько минут слегка повышенное давление. Может быть, жара, может быть, немножко переволновался. 5-7 минут посидел, давление понизилось. В принципе, склонен списывать это на жару, которую не очень хорошо переношу, поэтому через несколько минут прививка будет. Ура! По большому счету ожидания и приготовления заняли больше времени, чем сама прививка. Прививка – это буквально несколько секунд. Ну, а сейчас, как нам сказали, нужно немного подождать, остаться под наблюдением специалистов. Вот здесь есть как раз места. Ну, ты, кстати, проверял уровень антител перед первой прививкой, а после второй, вот после периода будешь делать процедуру по проверке антител? Скорее всего, да, в этом есть даже какой-то элемент спорта. Это же такое новое развлечение. Встречаются друзья и между собой разговаривают. У тебя сколько-то? У меня 44, 56. Да, я совершил такие разговоры. Вот такой новый вкус времени. Ну что ж, прививка сделана. Поздравляю. Благодарю, коллега. Желаю не болеть. Евгений Старов, Сергей Смирнов, Алексей Погольский, Виталий Базырин. Программа «Петербург. Город решений». У многих петербургцев есть вопрос напрямую к Дмитрию Анатольевичу. Если он нам сможет ответить, слышит ли он нас. Дмитрий Анатольевич. Горожане интересуются, насколько действенна и эффективна вакцина против новых штаммов коронавируса. Сможет ли она все-таки с ними справиться? Ну, действительно, мы сегодня видим появление новых штаммов. Это совершенно закономерный процесс. В процессе циркуляции возбудителей вирусных инфекций, практически любых, мы видим их изменения со временем. И то, что сегодня происходит с возбудителем COVID-19, это вполне закономерная ситуация. За все время, уже больше года, фактически полтора года, прошло очень много различных штаммов. Наверное, мы можем говорить о тысячах. Но лишь некоторые из них имеют какое-то особое значение. Ну, на памяти, наверное, у нас британский, южноафриканский, бразильский. Ну, и герой сегодняшнего дня, это же, конечно, так называемый индийский штамм, который сегодня довольно-таки интенсивно распространяется по миру, доминирует в Европе и доминирует у нас в стране и в Санкт-Петербурге в частности. Сегодня проводятся исследования по эффективности тех вакцин, которые применяются, и в том числе не только вакцин, но и эффективности того иммунитета, который есть у переболевших в плане защиты от индийского штамма. Пока преждевременно говорить о каких-то таких, ну, значимых результатах уже популяционных, но в целом те данные, которые есть, пока ограниченные и в том числе подтвержденные центром Гамалея, что вакцина, ну, в частности, если мы будем говорить о спутнике, она может контролировать инфекцию, вызванную именно индийским штаммом. То есть, фактически, она работает. И здесь, ну, может быть, забегая вперед, отвечая на вопрос, надо отметить, что вот переболевшие, те, кто переболел раньше, осенью, зимой, ну, естественно, вообще, если мы говорим про лето и весну прошлого года, то вот у переболевших вакцинация сегодня, даже однократная вакцинация теми вакцинами, которые у нас сегодня представлены, она позволяет повысить довольно-таки быстро и значительно повысить иммунный ответ. И вот эта вакцинация переболевших, ну, опять же, мы считаем, вот на основе тех экспериментальных данных, которые есть, повышает защиту в отношении нового штамма, индийского штамма. Поэтому, в целом, сегодня, ну, вот наше понимание, что те вакцины, которые есть и отечественные, и импортные, те исследования, которые проводятся, они практически все сделаны на основе одного родоначальника того вируса, который возник в Ухане, они работают в отношении нового штамма. Ну, то есть, получается, это опять у нас идет оценка рисков, да, лучше все-таки сделать прививку и не заболеть. Про иммунный ответ только что, да, говорил Дмитрий Анатольевич, он так или иначе сформировывается, правильно ли я понимаю? Безусловно. Даже вот против этих штаммов, как индийский, британский. Безусловно, причем вот повторное, скажем, введение вакцины у переболевших носит эффект, так называемый, бустирования, то есть, ну, как бы усиление, то есть, по сути, как ревакцинация. Поэтому, именно поэтому у пациентов переболевших, ну, вот наблюдается такой сплеск антител. Это, безусловно, ну, безусловно, щит, который позволяет, ну, по крайней мере, уменьшить риски новой болезни или уменьшить ее тяжесть, о чем уже неоднократно говорилось. А с чем связано то, что сейчас все больше заболевших пациентов от госпитализации, среди них все больше молодых и даже детей? Ну, во-первых, связано с тем, что как раз жители города 60 и плюс участвовали в вакцинации именно активнее всего. То есть, сначала ее массовости в декабре и далее именно пожилая когорта наших жителей вакцинировались наиболее активно. Молодые оставались к этому безучастны, либо вакцинировались совсем неохотно. И сейчас мы видим, что наиболее социально активные молодые жители, как оказалось, подвержены не меньшей степени заражению и заболеванию уже новым штаммом коронавирусной инфекции. И, соответственно, опять же, за свои активности они являются более активными разносчиками. И, соответственно, с этим, с учетом того, что облегчены социальные контакты, с учетом того, что вирус передается легче от одного человека к другому в сравнении с диким вирусом, назовем так, или уханьским вирусом, как он назвал Дмитрий Анатольевич, это и приводит к тому, что темп прироста числа заболевших и госпитализированных выше, чем в первую, либо вторую волну, которую мы наблюдали ранее. Несмотря на то, что в Петербурге наконец-то начали осознавать необходимость вакцинации, темпы все равно низкие, их все равно нужно наращивать, а времени на раздумья нет. Москва, который день подряд бьет антирекорды по числу заболевших, Петербург перешагнул отметку в тысячу. И если мы хотим остановить этот стремительный рост и избежать еще более жестких мер, нужно записываться на прививку. Мы приветствуем предприятия и организации, добровольно взявшие на себя обязательства по организации на вакцинации сотрудников. Для устойчивой работы исполнительных органов власти до 15 августа обеспечим вакцинацию 65% государственных служащих. Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербургцев получили хотя бы первую дозу вакцинации. Призываю сделать прививку всех, кто откладывает этот шаг по какой-то несущественной и больше всего надуманной причине. Времени ждать и раздумывать, сомневаться больше не осталось. В прошлую пятницу вакцину получили 80 с лишним тысяч человек. Необходимо довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день. Разъяснительную работу о необходимости прививок рекомендовано нам провести со студентами. Что же это значит? Какую работу сейчас ведет среди студентов руководство вузов в части призывов к вакцинации? Вы знаете, наверное, это нельзя назвать агитацией. Здесь скорее термин разъяснений. Разъяснительная работа очень серьезная. По вузам идет увеличение желающих вакцинироваться студентов. Другой вопрос, что сейчас сессия. И на сессии уже нет тех потоков студентов, которые были, когда еще был семестр. Но в любом случае соответствующие службы по работе со студенческим контингентом практически в большинстве вузов Санкт-Петербурга настроены на реальное разъяснение и говорится о предполагаемой возможности вводить ограничения для невакцинированных студентов. Спасибо за информацию. С нами на связи был председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Ну, я тогда переадресую вам вопрос. О каких ограничениях может идти речь, что касается студентов? И можно ли это назвать вообще ограничениями? Или это все-таки рекомендации? Ну, во-первых, надо понять, что термин принудительная вакцинация, как любят говорить противники данной профилактической меры, ведь никто, в большом счете, и здравомышленных людей не применяет. Мы понимаем, что заставить человека вакцинироваться не в наших силах. И человек в любом случае решает для себя все-таки окончательно сам, будет он вакцинироваться или нет. Речь, прежде всего, о разъяснении. То, что мы делаем с вами сейчас, то, что мы будем продолжать делать и далее, это все-таки соизмерять и доносить людям информацию о пользе вакцинации, о вреде решения отложить это на потом, посмотреть, что будет. Будет, к сожалению, мало будет что хорошего, если человек не вакцинируется. Повторюсь, что риск заболеть, с учетом той штаммы вируса, который мы наблюдаем сейчас, в Европейской части Российской Федерации, в Москве, в Санкт-Петербурге, преимущественно, выше, чем уханьским вирусом. Поэтому, я думаю, вряд ли речь идет о каких-то ограничениях, но вполне допускаю, что если человек не вакцинировался, могут быть предприняты какие-то меры для того, чтобы ограничить его контакт с теми людьми, которые уже вакцинированы. Петр Казимирович, сейчас изучается вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Действительно ли эту категорию тоже нужно прививать? И что тогда, что можно сказать о детях до 12? Это живой процесс, исследования продолжаются. Вы правильно сказали, исследования продолжаются. Сейчас дело в том, что было замечено и в первую, и в вторую волну, что дети болеют в легкой форме. Но куда они приносят вирус? Они приносят его домой своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. И, конечно, предотвратить заболевание даже в легкой форме у подростков – это принципиально важная задача. С другой стороны, мне кажется, что этот подростковый нигилизм, который мы замечаем в наших детях, он здесь тоже играет свою негативную роль, потому что подростки отказываются, они считают, что у них масса знакомых. Но это возраст самых больших контактов. Они очень много общаются и с такими, как сами, и студенческая молодежь, и так далее. Поэтому принципиально важно разработать такую вакцину, и принципиально важно привлечь подобные контингенты к такой вакцинации. А действительно ли дети тоже тяжело, сейчас уже тяжелее переносят, чем раньше? Ну, пока не владеем статистическими данными, но, скажем, впечатление докторов пока формируется именно в эту сторону. Город все-таки пошел навстречу многочисленным просьбам родителей не лишать детей праздника, который бывает раз в жизни, и разрешил провести алые паруса, правда, с ограничениями. Учли особую значимость алых парусов для Петербурга и согласовали с Роспотребнадзором возможность присутствия на Дворцовой площади и набережных главных героев праздника – выпускников петербургских школ, гимназий, лицеев и колледжей. Это значит, что мы ждем на праздник только выпускников и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем. Всем посторонним зрителям в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыше зданий в районе проведения алых парусов будет закрыт. Хочется еще раз действительно обратиться. Пожалуйста, не нужно приходить на Дворцовую площадь. Это исключительно праздник для выпускников. Его проводят только для того, чтобы не лишать детей вот этого праздника. Единственное, Дмитрий Геннадьевич, давайте еще раз подчеркнем, что даже если кто-то захочет туда пойти, кто не имеет права там сейчас находиться сегодня, он все равно на Дворцовую не попадет. Это вполне очевидно после слова губернатора о том, что будут допущены только выпускники и совсем ограниченный круг лиц, которые будут сопровождать их, то есть преподаватели. Исключена будет возможность какого-то не было проникновения на эту территорию иных лиц. И главное, что это сделано для того, чтобы обезопасить как раз не выпускников, а других взрослых и, к сожалению, еще в большой доле невакцинированных жителей, которые могли бы, если эти ограничения было не вести, выйти на набережные и, к сожалению, потом пополнить число тех людей, которые в настоящее время находятся в больницах. Я надеюсь, что петербуржцы прислушаются и будут все-таки беречь себя и своих близких. Ну а сейчас к участию в эфире присоединяется наш интернет-обозреватель Полина Грань. Она расскажет об опыте других стран и о том, что пишут пользователи из России. Лида, сейчас действительно ведутся очень ярые споры за и против вакцины. Я хочу привести свой аргумент. Пост моей подруги. Ей 28 лет. И вот она пишет, поставить прививку не успела, заболела раньше, перенесла в легкой форме, но вот после болезни выявилось много побочек. От хронического танзелита до проблем с обонянием, которая так и не вернулась. А вот ее муж, привитый спутником, хоть и тоже заболел ковидом, но перенес его очень легко, обоняние не терял и побочек нет. Отмечу, что сейчас во многих странах людей стимулируют ставить прививки и вырабатывать коллективный иммунитет. Так вакцинированные могут принять участие в розыгрыше ценных призов в Сербии, Монголии, Польше и США. Для ускорения вакцинации задействовали даже приложения для знакомств. Теперь, чтобы найти вторую половинку, учитывают не только пол, возраст и внешность, но и защищенность от ковида. В программе участвуют 9 сервисов для свиданий. Они бесплатно подключают дополнительные услуги для тех, кто предоставил сертификат вакцинированного. Но лучшим стимулом, на мой взгляд, являются хорошие новости из других стран. Например, в Израиле отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях. Решение было принято властями из-за низкого и стабильного уровня заболеваемости ковидом. И это, конечно, не просто так, а именно потому, что жители страны соблюдали все необходимые правила и в том числе вакцинировались. По данным Минздрава, первой дозой привились больше 5 миллионов израильтян, второй еще около 5 миллионов. И, возвращаясь в Петербург, хочу адресовать гостям студии вопрос, который нашла в группе Комитета по здравоохранению. Дмитрий пишет, я сделал прививку, но сегодня услышал о ревакцинации. Придется ли действительно прививаться второй раз и через какой срок? Лида, адресуя вопрос студии. Ну, а я тогда его переадресую, Иван Дмитрий Геннадьевич, Иван Петр Казимирович. У вас просто, я думаю, что есть уже опыт ревакцинации. Ну, что касается ревакцинации, то мы ждем сейчас комментариев от Министерства здравоохранения. Уже высказывались руководители федерального уровня о том, что ревакцинация может быть полезна по ряду причин, в том числе и потому, что ослабляется иммунитет, потому что новый вирус имеет новые свойства и может участие пациента ускользать из-под действия иммунной системы. Поэтому, как только, я думаю, что это случится, в ближайшие дни выйдут алгоритмы по проведению ревакцинации. Соответственно, мы сразу разъясним нашим гражданам о том, как это делать, где это делать, где можно записаться для того, чтобы тоже максимально быстро можно было это выполнить. — Петр Казимирович, а действительно ли в случае ревакцинации, вот когда уже будет разработан этот алгоритм ревакцинации, нужно будет прививаться другим аппаратам? Если, например, сделан спутником ВИИ, то нужно будет выбрать эпивак-корону, например, или кови-вак? — Во-первых, есть уже спутник лайт, мне кажется, это тоже тот вариант. Во-вторых, мне кажется, это тот случай, когда определять уровень антител безусловно придется и смотреть напряженность иммунитета. И четвертое, и главное, наверное, все-таки какой штамм вируса будет доминировать вот в то время, в той популяции, где мы проживаем. И это, наверное, будут те главные факторы, которые окажут решающее влияние на мнение врача. Подчеркиваю, врача, но не пациента. Пациент не должен выбирать вакцину, он должен слушать рекомендации врача. Я на этом настаиваю. — Давайте сейчас переместимся в метро Петербурга, чтобы узнать, как там соблюдают масочный режим. На связи со студией моя коллега Елена Аспаева. — Лена, насколько сейчас стали петербуржцы соблюдать вновь масочный режим в метро? — Вы знаете, сегодня ситуация как-то несколько иная, в отличие от, допустим, прошлой недели. Вот я езжу каждый день на работу на метро и вижу, что по сравнению с так называемой второй волной, например, можно сказать, что люди сейчас практически не соблюдают масочный режим. Проходят через турникеты, будучи в маске, потому что там сотрудники метрополитена делают замечания по этому поводу, а уже на платформе или в вагоне, либо спускают с носа, либо спускают на подбородок, либо вообще снимают. Есть отдельные люди, которые, выходя из метро, в данном случае технологический институт, они не снимают маску до тех пор, пока не пройдут вот здесь пешеходную галерею. Она достаточно узкая, естественно, там тоже бывает тесно, ни о какой дистанции речи там быть не может, и пока они ее не пройдут, они ее тоже не снимают. Это я подмечаю, потому что сама пользуюсь этой галереей тоже. На платформе технологического института стояла группа полиции, 5 человек, и несмотря на то, что вокруг были люди, нарушающие масочный режим, они, возможно, были здесь другой задачей, но, тем не менее, замечания полиция этим людям не делала. Я напомню, что штраф при первичном нарушении масочного режима, например, в общественном транспорте, это 4 тысячи рублей, при повторном и дальнейших нарушениях 5 тысяч рублей. Когда сотрудники метрополитена делают замечания нарушителям масочного режима, случается такое, что агрессию проявляют пассажиры, кидаются на сотрудников метрополитена, иногда даже на полицию, но на полицию, конечно, реже, все-таки страх присутствует у людей, и, соответственно, таких нарушителей либо не допускают в метро, либо, ну, приходится вызывать полицию. Конечно, это все наша коллективная ответственность, но и сотрудники метро, наверное, должны помнить о том, что при столь высоком пассажиропотоке стоит чаще обрабатывать вагоны и все те поверхности, которых мы касаемся, находясь в общественном транспорте. Лида, на этом передаю вам слово. Моя коллега Елена Аспаева рассказала о ситуации в метро, а у меня вот все-таки не укладывается в голове, почему в городе, где впервые в истории России была сделана прививка от ОСП, страшнейшего тогда заболевания, которое удалось победить, именно вакцинации сделала эта прививка Екатерина Вторая, почему сейчас люди относятся вот так вот? Что с этим можно еще сделать? Может быть, нам надо более жесткие меры? Может быть, вот мы не понимаем по-хорошему? Ну, как еще это объяснить? Ну, честно говоря, задавал себе тот же вопрос. Если ты уже надел маску, зашел в метро, в чем же резон снимать ее, когда ты спустился, и тебя не видят другие? Что ты добиваешься этим? Можно было бы понять, если дети, подростки, у них некий элемент, наверное, геройство присутствует, что вот есть риск, а я такой весь героический, и не буду соблюдать мир профилактики, но взрослые люди, чем они руководствуются, мне, честно говоря, понять сложно. Я не могу ответить для себя на этот вопрос. Единственное, что мы можем сделать, это говорить, доносить информацию, популяризировать вакцинацию, все это мы сделаем. Меня больше всего огорчила агрессия ряда наших горожан, и, честно говоря, вот этого я тоже не могу понять. Знаете, Санкт-Петербург всегда был городом, символом мужества, стойкости и культуры. Культура, да, и образованность. Неотъемлемой частью культуры является ответственность. И вот проявление вот такой агрессии в ситуации, когда мало того, что человек нарушает, мало того, что он неправильно реагирует на просьбу, просьбу, я подчеркиваю просьбу, исполнить те требования, которые оградят соседей по вагону и так далее, вот этого я искренне не понимаю. И предлагаю просто нашим органам быть просто жестче, и все, раз люди этого не понимают. Ну вот, Дмитрий Геннадьевич, может быть, уже правда, действительно, пора штрафовать, а то как-то все мягко. 4 тысячи рублей штраф, если я не ошибаюсь, за нарушение масочного режима. Ну, так давайте таких вот нарушителей будем штрафовать. На самом деле, конечно, когда люди реагируют только на меры и некие принуждения, естественно, всегда есть соблазнение того, чтобы начинать их применять. Ну, здесь уже решение, все-таки, наверное, за людьми, в компетенции которых это находится, но и такой метод, я уже повторюсь, нужно, как в крайнем развитии ситуации, не забывать, а, может быть, и использовать. Это просто нарушение порядка, мне кажется, и это должно быть... Это, прежде всего, риск, может быть, даже не для себя. Ты создаешь, не вакцинируешься, не используя средства защиты для других людей, подвергаешь их риску. Ну, соответственно, если ты кому-то приносишь вред, то, вполне, может быть, надо и ответить за это. У меня, Петр Казимиревич, знаете, такой есть вопрос. Очень многие хотят все равно сначала понять уровень своих вот антител и антитела и иммунный ответ – это одно и то же или нет. И вот когда ты приходишь в какую-то лабораторию, какой тест лучше выбрать? Потому что появляется очень много тестов на антитела. G, там разные цифры, разные буквы. Я вот даже сейчас не могу спросить, какой выбрать? Вот не понимают люди, на самом деле. Поэтому, может быть, они и не прививаются, в том числе, из-за этого. А так пришел, сделал анализ на антитела, увидел, что антитела нет, и пошел записался на прививку. Знаете, как врач я с большим уважением отношусь к своим пациентам. И когда пациенты пытаются что-то понять, что им недоступно, я говорю, простите, вы имеете другую профессию, вы учились на другое. Бывают люди образованные, бывают люди не образованные, но в любом случае они не учились на врача. Именно поэтому, мне кажется, что каждый из нас должен осознать меру своей ответственности в той области, где мы вынуждены принимать те или иные решения. Ну, вот, простите, пожалуйста, но вот мы обращаемся к службам сантехническим, электрическим, вот у меня растет щенок, я обратился к услугам кинолога, я не могу представить себя. Более того, я водитель, я любитель. Я никогда не буду изображать себя профессионалом. Я буду советоваться с профессионалом той области. Вот я не очень даже понимаю, зачем сегодня врачи должны рвать на себе рубашку и рассказывать все те детали иммунологических исследований, которые проводятся. Ведь, ну, вот, во-первых, их не поймут, во-вторых, это не дело пяти минут эфира, это дело порой всей жизни человека. Но те рекомендации, которые выходят, в конце концов, из-под пера нашего министерства и министра лично, это рекомендации, которые прошли горнила испытаний, горнила дискуссий, очень жарких, острых и так далее. И это, безусловно, окончательные рекомендации, которые сегодня являются лучшими в мире. Их надо исполнять. Дмитрий Анатольевич, у меня вот к вам просьба, пожалуйста, еще кратко. Объясните еще раз петербуржцам, что это абсолютно безопасно, сделать прививку, это безопасно для здоровья, но очень важно для того, чтобы не расслути число заболевших. Два слова все-таки вот в преамбуле. Ну, надо сказать, что вот так называемое антивакцинальное движение, отказ, игнорирование вакцинопрофилактики, отказ от самовакцинации, вакцинация своих детей, это широко распространенное явление. Оно развито не только у нас в стране, но и за рубежом. Имеет давние корни. Вот только как только была предложена первая вакцина в Британии, вот с тех пор и появилось это движение. И поэтому, когда вот мы сейчас говорим с вами и повидим тех людей, которые отказываются от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, это не вновь появившееся, да, вот такое мнение. Это культивирующаяся годами позиция, которая в целом во время, ну, не будем говорить, советского периода была минимальна. Но вот после, в том числе и из-за не всегда корректного поведения наших коллег, некорректных комментариев, стало больше пропагандироваться. И довольно весомо сегодня вот это антивакцинальное лобби. Оно также сильно и за рубежом, и также за рубежом игнорирует вакцинацию от ковида. И есть определенные группы практически в каждой стране, которые не хотят вакцинироваться. Но весь опыт, который сегодня накоплен в здравоохранении по лечению инфекционных заболеваний, по профилактике инфекции, показывает, что именно вакцина-профилактика, применение вакцин позволяет и снизить заболеваемость, позволяет защитить жизнь людей. Посмотрите, сколько сегодня у нас... Спасибо, спасибо, Дмитрий Анатольевич. Извините, что так долго. 50 минут, отведенные на программу «Петербург. Город. Решение» пролетели очень быстро. Все это время в студии с нами были председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, директор петербургского нефтизиопульмонологии, главный таракальный хирург Минздрава России Петр Яблонский и Дмитрий Лезнов, директор неегриппа имени Смородинцева. В завершение еще раз хочется напомнить. Не придумал мир ничего более эффективного в борьбе с пандемией коронавируса, как эти две вещи. Масочный режим и прививка. Не надо изобретать велосипед. Опыт других стран с дисциплинированными жителями это доказывает. Коронавирус побежден там, где соблюдались меры безопасности и где большинство сделали прививку. Поэтому очень хочется еще раз подчеркнуть, пожалуйста, не тяните время, защитите себя, своих родных. И если у вас нет противопоказаний, сделайте прививку. И только так мы сможем вернуться к той жизни, которая была раньше, до пандемии. Я Лидия Вельба. Оставайтесь на телеканале Санкт-Петербург и будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok